Всё, села на стоя остановки. Дом мы-то проезжать сейчас будем. Вот уже землю завезли, буду цветы садить. Поеду на рыночек заеду. Ой, сегодня жарко, вчера хорошо, ветерок был, сегодня жарко. Два раза переодевалась, сворачивалась. Села в автобус, одна снова проехала, и мне показалось, что я утюг не выключила. Боже мой, вышла назад, вернулась пешком вот отсюда, с рыночка с нашего. Прибежала, а утюг отключён. Вроде и не спешила, а вот как-то автоматически отключила и не отложилась. В голове. Она зато переоделась. Сегодня жарко. Ветерок есть, но небольшой такой, не считается. Вчера я шла по другой стороне. Эта сторона напротив была. Открытый каток. Трясёт. Остановка шахматной. Шахматный клуб. Уважаемые партнерщики. Увидимся. Вся улица Пионерская. Я уже который раз её снимаю. Трясёт. Автобус трясёт. Здесь я пруд вам показала. Видите, его с автобуса не видно? Вот пруд. Вчера пешком шла. Вот этот старый дом, что я им рассказывала вчера. Здесь стоял двухэтажный старый-старый дом. Я вам когда-то снимала. Снесли, слава богу. Так всё, улица Пионерская. Всё ещё Пионерская. Инаковые дома я не стала весь путь показывать. Всё, Пионерская заканчивается. Будем поворачивать труда. Нашела Малехина. О, Сергея Королёва наконец-то у нас тоже появилась. Это была швейная фабрика. Теперь уже под магазины. Жилой Малехима улица началась. Ох, трясёт как. Вроде едем по асфальте. Её социальная фантазия. Ну, это я вам показывала мебельная фабрика. Швейный Малехима улица. Это стоит давным-давно. Это улица самая старая, наверное. Подъезжаем к кинотеатру Родина. Это вот школа первая, новая. Магазины за деревьями не видно. Сквер Победы здесь. Всё, мне выходить надо. Вот кинотеатр Родина. Вот туда улица на набережную, если надо. Я, наверное, сегодня не пройду на набережную. Не знаю даже. Посмотрим. Вот это кинотеатр Родина. Туда, на вокзал. У нас опять на Арбате поют. Не знаю, сегодня женщина танцует или нет. Снять надо только без музыки. Музыку вырубить. Снимала здесь. Музыка вовсю играла. Я сейчас просто наговорю текст. Пока ДНС вот показываю пальцем. Это вот наши клумбы такие красивые. Арбат наш. Построен недавно. Где-то после 2000-х годов. И вот там музыканты играют пальцем. Вот я вот это новый уже магазин показываю пальцем. Дом семьи. И там мужчины играют и поют. И женщина танцует под их нену. И они вот все вместе. Так зарабатывают деньги, что ли. Вот. Поэтому я отключила музыку. Вот так наговорю текст. Вот такой у нас Арбат. Это воскресенье. 12 часов дня. А 12 часов дня еще люди. Кто спит, кто обедает. А уже где-то после двух обычно. Вот так вот. К четырем. Тут больше народу. Но сейчас лето. А в отпусках, возможно, и нет. На дачах. Вот она танцует. И я подошла с ней, покружилась тоже. Там два мужчины поют, играют. И она кружится всегда. Молодец. Зарядка. Плечевые мышцы. И я вот кружусь с ней. Она смеется. Я с ней покружилась с камерой. Прошлась маленько. Это я камерой кружу, потому что я кружусь. Ну, что-то сидят. Взяли бы с ней тоже, покружились. Ленимые люди такие. Поднимать все настроение-то как-то надо. И пошла я дальше. Клумбы показывать. Ой, смотри, все цветет, все красиво. Продолжаю прогуливаться здесь. Тоже убрала звук. Во-первых, и народ шумит, и музыка. Сильно музыка. Они сильно кричат, поют. Тут обычно жалоба придет. Ну, как всегда. Все знают. Наговорю. Да и все. Я там тоже разговариваю, но думаю, музыку уберу. Вот такие вот клумбочки у нас. Фикс прайс, ЦУМ. Внизу магазин голуби гуляют. Дети на великах катаются. Отдыхают люди. Вот художники продают картины, пожалуйста. Ценители искусства могут купить. На шарбат. Фикс прайс, ЦУМ. Ну, вот сделали столько клумб. Тесновато. Другой раз идешь. Ну, сейчас народу еще мало. Вот я вижу, мало. Бывало и побольше. Вот летом тоже тут не очень много. К вечеру только. И то сейчас на набережную в основном все ходят. Там тоже красиво. Ну, голубь ходит, ходит. Полиция ему тут не указ. Гуляет. Скамеечек тут мало, но все равно сидят люди на скамеечках. Я вижу, сидят. Такие тут торговые центры в основном. Радуга, мир. Друг семьи тоже здесь есть. Все, все магазины. Вот это вокруг, все магазины, центры. От барахолка. Подошла к барахолке. Китайцы поуценили и трясут этими тряпками. Никто их уже не берет. Кому сейчас тряпки нужны? На всю жизнь хватит. Две-три тряпки. Куда ходим? Ну, это я так, пенсионерка, рассуждаю. Вот лошадка. На ней прогуливают детишек. Пока желающих нет. И большая лошадка. И маленькая лошадка. Вот красивый центр у нас. Вот это вот. Там рынок вот в торец за радугой. Пойду туда. Вот издалека показываю. Площадь. Был конкурс на название этой площади. И победило название Арбат. Почему? Не знаю. Биробиджан и вдруг Арбат. Площадь на Биробиджане. Построена тоже она после 2000-го. Тут обычно, я помню, в 70-х годах. Тут еще автобусы мимо ездили. Тут ничего не было. Тут гастрономчик был такой. Халбу продавали местную. Кондитерская фабрика здесь была. Сколько с нее воровали, сколько с нее тащили. Боже мой. Где же она устоит? Когда пошли на самоокупаемость, конечно, она разорилась. Так что сейчас нету тут. Кондитерской фабрики нет. Шорты. Сколько они валялись тут, не знаю. Нету людей. Никто не будет это брать. По 300 рублей. Гориночек крутой. Мерка. Вместо 2,5 мерка за килограмм. Форель. 200 грамм 460 рублей. Вот это все сонга. 690 за 300 граммов. Упаковочка. Кита, тижеч. Это рынок наш. Тут рыба. Тижеч по 700 рублей. Кита. Селька люкарская. Смотрю. Копченая. По 250. Соленая. Брюшки. Все есть. Брюшки. Набыть. Так. Безоморазки. Сырый, сырый. Витязь. А больше ничего такого, да? Белорусское золото. Вон. Кошка 28. А все, правда. А все видно. Увидите, как надо. Цените. Крупно написали. Ковбасы всякие. Ковбасы я не беру. Я не беру. Здесь кому? Нет, я пока приглядываюсь, да. Рассказываю. Здесь вот бридер наш производит. Такую грудинку. Щечки. Совместные производства. 625. Меньше. Только прям много. Нет. Это я просто отрезаю. 213,50. Нет, там очень много убрали. Здесь было мясное все. Нет, я тут давно не была. Смотрю, пусто. Здесь масло. Я взяла. Ну и все. Здесь молочное. Вот такое молочное. Ну и все. Мед, цветочный липо. Мед, пожалуйста. Это новый уже металитарик. И здесь вот мясо немножко. Ну оно все перемороженное. Стейк в кижуче. 600 рублей за килограмм. Ну он перемороженный. Стейки. Ну кому надо и перемороженное равно. Филе киты 900 рублей. Ну такие вот. Кому надо рыбу, все равно можно взять. Много рыбок. Все. Это наш рынок. Пошла на улицу. Картофель 25. Картофель 15. Этот побольше, этот поменьше, да? За счет этого, что этот побольше, этот поменьше и цена разная, да? Не, я пока еще думаю, не. Не, я вас не снимаю, не бойтесь. Не, я не хочу пока брать. А картофель чей? Откуда? Найфель. Найфель? Ты все время берешь, он сладкий. Сейчас пройдусь еще. Ух ты, а тут накрыли. Ой, медненькие муси. Муси, муси. Торговля идет. Торговля идет. Помидоры по 300 рублей, по 250. 300-250. Здесь вообще никого нет. Капуста по 80. Это старая капуста. Старая капуста. Это молодой картофель. Молодой. По 100 рублей молодой картофель. Такой наш крытый базар. Рынок. Вот тут ряд картошки. Посмотрим, какая картошка. Андрей, это очень хороший сорт. Желтая. Я знаю. А что она желтая, она белая? Да, очень вкусная. Я выращивала. Картошка по 60, по 50. И даже по 70 есть. У меня пока есть. Я брать не буду, чтобы не тащить. У меня возле дома можно взять по 26 рублей. Тоже домашняя. Дедок продает. А бесплатно только сыр в машаловке. 64. Ну, надо, наверное, так для 64, чтобы ровно. Ровно не получится. Не получится? 72. Все, иду на остановку. Хватит. Прошлась, посмотрела. И все деньги уже у меня израсходованы. Уже назад у меня идут. Это сквер Победы. Напротив вокзала. Останется сквер Победы. Останется сквер Победы. Дом культуры. Раньше был... Ну, как? Умир Макл. Уздание Умир Макл. Я вам показывала, пешком ходила эта больница. Целый квартал занимает. Областная больница. Вот это все больница. Все больницы. Целый квартал. Все, он закончился. Тут опять магазины пошли. Это Шалэм-Алейхема улица. Самая, наверное, первая, я так думаю. Такие... А старая площадь? Дома старые. Старая площадь. Я ехала сюда с той стороны. Показываю. Галина. Я ехала сюда. Я ехала сюда. Я ехала сюда. Жилые дома, но внизу магазины Тоже такие широкие дома Старые тогда строили в 30-х годах Такие, как квадраты В 30-х, наверное, в 50-х, что-то я совсем В 30-х тут одни бараки были После 50-х Бараки сносились и строили вот такие дома Прокуратура Вот еще один базарчик у нас Пенсионный фон Пенсионный фон Внизу одни лавки Пенсионный фон Желтенький, коричневенький И заворачиваем И будем выезжать на Пионерскую Швейная фабрика была Напротив пенсионного фонда А сейчас ее нет Там тоже арендованы на магазины площади Тут мясо хорошее сюда я покупаю Вот тут Ох Какую жару бледненьким Косят Так же раньше-то не было, когда этих косилок Руками нам нарвали Это детская больница Новая Новая В прошлом году только отремонтировали Улица Пионерская Здесь люди за квартирой ходят Следующая остановка Чулочно-трикотажная фабрика Чулочно-трикотажная Тут у меня мама работала перед пенсией Это жилые дома пока Это не фабрика Фабрика дальше Это дома жилые Кирпичные Где-ка государственная Заходила-ка дорогая Все жилой фонд Чистенько, хорошо Где-то от школы Это от школы Школа двухэтажная Я часто здесь пешком ходила Показывала не однажды А вот чвейная Чулочно-трикотажная фабрика Вот она Остановка Чулочно-трикотажная Застроили ее Вот этими киосками Она тоже работает, наверное Не знаю, ее и незаметно Что она работает там, наверное Человек пятьдесят Работает, то хорошо Не знаю Надо узнать Следующая уже Бувная фабрика Где я вчера стояла На остановке Это еще Чулочка Там магазин внизу Есть Заправка Магазин Шат 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 Свой сон Магазин Это какое-то кафе Или что-то такое Игровое А это уже вот Обувная фабрика Вчера я вам ее показывала С остановки А там же Наша улица начинается Пешком вам вчера я все показала С города приехала Быстренько Пока есть настроение Включилась Пропила Ну Базар я вам показывала Рынок Показала Крытые Вот там я купила Масло Восемьсот рублей Килограмм Ну вот я полкилограмма взяла Не знаю Попробую Скажу Я раньше его брала Сейчас смотрю Что-то оно уже Неблаговещенское называется Какое-то по-другому Ну Вроде Масло Пахнет Надо сразу В холодильничек А то и так Я пока Спасалась Будто И картошки взяла У дедушки На пробу Это я по 50 рублей Или по 40 По 40 наверное Я взяла У него там и по 60 И по 50 Там вот такая здоровая Я большую не особо люблю Её плохо чистить Рук не хватает Вот и всё Жарко на улице Я ж Ворачивалась Поехала Оделась Как на зимовку Как вчера Это хорошо Что я вышла опять С автобуса На остановке Прибежала Думала Я уже рассказывала Думала утюг Прибежал утюг Отключенный Представьте Вот так И ехать в город И думать Нет Вернулась И тогда вот Одела Шаровары Они так хорошо Ветер дует Они Продувают Очень хорошо Очень удобно И вот такой вот Слегка А слегка Молочного цвета Или какого-то такого Кофе с молоком Очень всё лёгкое Пол третьего А поехала В двенадцать Вот Сколько я прошлын дала Ой Ой Я же где-то Помидор купила Сейчас я один помидор Забыла Сейчас Ой 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 Ну что же Я же знаю что И кружилась Там кружилась Написано было Помидор сладкий Ну вот По триста рублей Вот один на пробу Я всегда беру Тот год так же брала Вот называется Бычье сердце Вот дома я такие выращивала Вот Вот И кожечка тоненькая И специально взяла Такой вот Бурый Бурый Я не слаживаю У меня сметана есть Укроп растёт Зелёный лук есть Сделаю немножечко себе На сто двенадцать рублей У меня вытянула Ну что же делаешь Пробовать надо Я так-то не особо беру их Я так-то не любитель такого Что прям Нет Если у нас мама любила помидоры Ой Она мала хоть сколько съесть И свекровка А я так Есть Есть Поем Нет Нет Как-то И не беру почти никогда У Наташи жили Брали Потому что они салаты делали Я им Они не вкусные Так для красоты Что красненькая Так что вот так Проехалась Немного я там Ничего Слава Богу Что не купила Такого Продуктов Ничего Вот Масло у меня надо было Вот в основном У меня была мысль Масло Масло взяла полкилограмма Буду пробовать Стряпать на нем Если понравится Значит В следующий раз Поеду Не стала Килограмм брать И Бросила на телефон Ну Как-то так Интересно Тариф все повышается 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 И ничего не поймешь Все Больше Больше такого нечего и говорить Потому что У меня и так много там записано Сейчас наверное делить буду Много записала Я поездку показывала Вам улицы С одной стороны Ехала с другой И обратно ехала с другой стороны Ну сейчас много деревьев И не так Хорошо видно все Ну зимой я сейчас здесь не бываю Ну вообще в ноябре это я бываю Ну как-то в ноябре не ездится То снег Выпадет Сижу дома Тогда когда снег Ну видно будет что загадывать Надо бы мне высадить Палисаде цветочки Все никак не соберусь Катюша ножка болит Внучка у нее с пятницы Как приехала Наверное сегодня еще Я у нее спросила О автобусе Не расслышала Сейчас перезвоню Но она все равно вчера Говорит ходила гулять Ну с внучкой видимо немножко И вечером пришла И все равно ножку Ножку перетягивала Бинтом болела нога Ну конечно такую травму Такой ушиб такой Сильный ушиб Прямо у нее коленочка Прямо сильно Она не сидеть не могла Не стоять Только лежать Поэтому никуда Пока мы с ней не пойдем Если пошли бы То бы на набережную Мы бы конечно сняли Там говорят красиво Сейчас все Скульптуры такие Из цветов Водрузили У нас раньше Были такие скульптуры На вокзале Был Мэр другой Или не мэр Это чистый город Это вот кто отвечает За чистоту За убранство города Тот умер Мужчина Вот у нас было В двенадцатом году В одиннадцатом году Там еще низ у меня сфотографированный был Стояли даже на вокзале На привокзальной площади Такие вот фигуры из растений Видимо делают каркас Из стали Видимо устанавливают как-то горшочки с цветами И Получается у них То Страус То пингвин То еще чего-нибудь То Павлин Жарко Вот я руками и мышу Вроде брала с собой салфетки Обкиралась Все равно Ну вот Проездилась Три часа Не успела глазом морнуть Я только на базар зашла На рынке очень мало народу На кры На кры там вообще Убрано много Столок Там Продавали мясо Что-то куриное Продавали Убрали И свежей рыбы Было много Раньше продавали Свежую рыбу Ну Какую Морскую Свежую Навага Селедка Мойва Вот это Сейчас нет этого Там Вот что было Показала Ну Все Вроде бы Сейчас салатик сделаю Я не евшу Из 9 часов не евшу Уже 3 часа Надо покушать И Магний выпить Все Будьте все здоровы Будьте все любимы И все будет у нас хорошо Мы Самые Самые хорошие Да Сегодня 100 рублей Видела новые Они посвящены СВО Надо Наташе сказать Я сфотографировала Там Солдат Из С другой стороны Москва Может покажу Здесь И не забуду Ну и все Покупайте Помидоры Помидоры Самые сезон Ну я не торгую Поэтому И не реклама Взяла вот У дедушки Всем пока-пока Все будет у нас хорошо Покупайте Взлет Взлет Продолжение следует...